С нашим гостем, политологом Саилем Искандеровым, он на прямой связи с нашей студией. Саилем Алим, здравствуйте, добрый вечер. Добрый день, Олег. Саилем Алим, снова руководствуясь гуманистическими принципами, Азербайджан передал Армении пятерых военнослужащих. Как это можно расценивать? В принципе, я думаю, что Азербайджан уже неоднократно, именно выступая в таком ключе гуманизма, а уже сколько военнослужащих армянских вернул к своим родным. Вопрос в том, что этот очень значимый жест со стороны президента Азербайджана, поскольку мы знаем, что мы находимся уже на пороге наступления Нового года, как раз-то президент Азербайджан лично доказал всему миру, и не только Армении, еще раз показал всему миру о том, что и как он, и как Азербайджан все время там поступают в ключе гуманистических шагов и актов. Весь вопрос в том, что и в этом вопросе мы знаем, что при последствии это в Венгрии произошло, я думаю, что здесь тоже есть какой-то символический жест, даже не символический, а чисто политический жест со стороны президента Азербайджана, поскольку мы знаем, что Венгрия является дружественной страной Азербайджана, и причем Венгрия, мы знаем, что еще имеет статус наблюдателя в организации тюрких государств, я думаю, что в этом плане через последствия Венгрии президент Азербайджана, выполняя вот такой очередной гуманистический акт, доказывает политический реверанс Азербайджан делать в Венгрии, и причем президент Азербайджана показывает всему миру, что те страны, которые как раз-то считают Азербайджан своим другом и поступают подружески по отношению Азербайджана, Азербайджан всегда готов поддерживать такие инициативы, тем более, которые исходят из гуманистических соображений. В этом плане, я думаю, что президент Азербайджана и Азербайджану больше доказывать всему миру нечего. И весь вопрос в том, что президент Азербайджана еще раз доказал, что мы всегда соблюдаем требования международного права и принципы международного права, когда мы понимаем, что когда в конечном итоге, если Азербайджан подписался под документом насчет возвращения пленных и заложников, обменят всех на всех, вот Азербайджан в принципе соблюдает все свои обязательства, выполняет все свои обязательства, под которыми он подписался. Но, к сожалению, с другой стороны, с обратной стороны, мы периодически наблюдаем какие-то там экиволки, какие-то, я не знаю, какие-то ложные шаги или, не знаю, какие-то там провокационные заявления, тем более, больше всего даже не со стороны самой Армении, а как бы зарубежных покровителей Армении. Вот в этом плане, я думаю, что этот очередной шаг является, тем не менее, еще одной дипломатической победой Азербайджана, где Азербайджан доказывает миру, что Баку всегда верен своим обязательствам и своим гуманным соображениям. Интересно, что при посредничестве Венгрии, если я ошибаюсь, но, по-моему, это так, у Армении с Венгрией нет дипломатических отношений, Армения разорвала с этой страной дипотношения. Весь вопрос в том, что, видите, Олег, вот опять же мы приходим к тому, что вот очень тонкий политический ход со стороны Азербайджана. Этим актом при посредничестве Венгрии президент Азербайджана как раз-то и налаживает, можно сказать, что мосты для дипломатических отношений между Венгрией и Арменией. Это пусть будет для Армении, ее покровителем, тоже очень хорошим уроком, что нельзя всех отпрашивать от себя, нельзя вот это всех государств настроить против себя, тем более, когда это государство, в принципе, для добрососедства и для выгодного взаимосотрудничества всегда вот они готовы оказывать те или иные услуги. Но это не должно восприниматься в Яроване так, как и больше всего даже не в Яроване, а армиястам, что весь мир должен им, а они как раз-то все это должны воспринимать как обязанные. Вот я думаю, что вот в этом плане этот жест тоже имеет очень свою там поучительную подтекст, поучительный подтекст имеет. Я благодарю вас, спасибо большое вам за ваш комментарий, что вы нашли время. Спасибо, до свидания. И вам спасибо большое, до свидания. До свидания. Я напомню нашим телезрителям, на прямой связи со студией CBC был политолог Сайль Искандеров. Субтитры создавал DimaTorzok